Вести Карачаева-Черкесия Глава Карачаева-Черкесии Глава Карачаева-Черкесия Глава Карачаева-Черкесия Глава Карачаева-Черкесия учебных заведений региона. Были рассмотрены ключевые направления и проекты от Росмолодежи, а также вопросы ребят касательно проектов и участия в форумах. Иван Шкатов посетил также коворкинг-центр Дом молодежи, учебно-методический центр «Авангард», ресурсный центр развития молодежного добровольчества и оперативный штаб «Мы вместе». По итогам посещения этих учреждений куратор СКФО от Росмолодежи отметил, что Карачаево-Черкесия является одним из лидеров Северокавказского федерального округа по эффективности реализации молодежной политики. Десятилетний юбилей образования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесия отметила награждением людей, внесших вклад в развитие туристской отрасли республики, комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Все мы с вами являемся участниками одного большого процесса под названием развития туризма. И, конечно же, признанием нашего труда является рост туристического потока, который на 2022 год составил более 1,9 миллиона туристов. Сегодня благодарим всех тех, кто создает комфортную туристскую среду в Карачаево-Черкесии, меняет отношение людей к отдыху внутри страны и дарит людям массу положительных эмоций. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворно развиваться и останется надежным гарантом неизменного движения вперед. Свой 97-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны из Черкесска Иван Прокопов. Иван Владимирович родился в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 69-й легкой артбригады 738-го легкого артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта. За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за отвагу и другими. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости и всех земных благ уважаемому ветерану пожелал мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Низкий поклон за мирное небо, счастливые улыбки детей и за нашу Родину, написал он в своем телеграм-канале. Бесплатные земельные участки получили еще 25 многодетных семей Черкесска. Это первая в этом году церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Их распределение, как и раньше, проводилось путем открытой жеребьевки. С 2012 года участки под индивидуальное жилищное строительство получили 770 многодетных семей Черкесска. Из них 148 были предоставлены в прошлом году. 14 апреля во Дворце культуры Черкесска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которые можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности сообщил начальник управления службы занятости Карачаево-Черкесии Хизир Кумоков. По поручению Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» в службе занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансий. Время возможностей работы в России. Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля региональный. И второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке шесть площадок, будут круглые столы. Для старшеклассников проведены профориентационные мероприятия. Образовательные учреждения представят свои списки специальностей. А в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий. Приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятиям на портале работы в России, подать заявку в уровне службы занятости и зарегистрировать свою очередь в свои вакансии. Кроме этого приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. В региональном Минсельхозе подвели итоги конкурса на предоставление грантов «Агростартап». Общее количество заявителей состояло 89 граждан, из числа которых 14 недопущены конкурсу в связи с несоответствием предоставленных документов, установленным к ним требованием. Отобрано 45 проектов на получение гранта на сумму 68 миллионов рублей. За счет полученной поддержки победители смогут оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами. Министерством образования и науки Республики совместно с Карачаево-Черкесским Республиканским институтом повышения квалификации работников образования был организован и проведен первый региональный форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Лето без границ». Мероприятие призвано консолидировать усилия всех профильных ведомств и выработать единый подход в связи с изменениями в концепции организации летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Республики Лила Атаева. Успех реализации летней оздоровительной кампании зависит во многом от качественного состава персонала, который задействован в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. И качество подготовки наших специалистов в этом году этому качеству будет уделено огромное внимание. Мы переводим из дистанционного в очно-заочный формат обучения всех категорий, задействованных в летней оздоровительной кампании. В рейтинге регионов России Карачаево-Черкесия заняла четвертое место по системе ключевых показателей оценки эффективности реализации молодежной политики за 2022 год. Результаты объявлены руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на расширенной коллегии Федерального агентства по делам молодежи, которая проходила под председательством заместителя председателя правительства страны Татьяны Голиковой. Мониторинг оценивался по 142 критериям. Карачаево-Черкесия стала участницей пяти из шести программ Федерального агентства по делам молодежи. В Черкесске в Доме печати состоялась презентация сразу шести книг писателей и поэтов Карачаева-Черкесии. Издания вышли в свет по инициативе и при поддержке Министерства по делам национальности и массовым коммуникациями печати Карачаева-Черкесии, а также Карачаева-Черкесского книжного издательства. Это романы, стихи, повести и переводы наших писателей Риммы и Магомета Утемисовых, Ольги Михайловой, Суина Капаева, Вжукат Хагапсова, Татьяны Ченкаевой и нашего коллеги Хаджисмеля Джебекова. По словам заместителя министра по делам национальности и массовым коммуникациями печати Ислама Хубиева, презентация стала одним из крупнейших культурных событий в регионе с начала года. Конечно же, для нашей республики это великое событие, когда выходит одна книга, а здесь их шесть, и каждую книгу мы ждали, и сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда входит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг, и как один великий поэт говорил, я всего лишь делюсь своим настроением, и поэтому получаются такие хорошие стихотворения. Книга ведь рождается несколько раз, она сначала рождается в голове человека, потом она рождается после того, как ее напишет автор, а уже третий раз, когда люди прочитают и дадут оценку. На самом деле это такое волнительное событие, прежде всего для самих авторов. Мы в ожидании, как читатели, всегда хотим узнать, о чем же поведал нам автор в своих произведениях. Поэтому я всех вас поздравляю с этим знаменательным днем. Хочу пожелать и книжному издательству, и нашему министерству, чтобы у нас выходили книги больше, и многих наших авторов узнали за пределами нашей республики, да и за пределами нашей страны. Почему необходимо поторопиться и зарегистрировать, наконец, свое имущество в Росреестре? Для чего нужны скроу-счета в банках? Как закон защищает дольщиков от недобросовестных застройщиков? И для чего он скрыл персональные данные собственников недвижимости? На эти и другие вопросы журналистам ответили специалисты управления Росреестра по Карачаево-Черкесии, где прошла пресс-конференция. Комментирует информацию начальник отдела государственной регистрации в электронном виде управления Росреестр по Карачаево-Черкесии Муса Микитов. Его дополнила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Тамара Казбекова. Что необходимо сделать гражданам? Необходимо просто обратиться в многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг с документом, достоверяющим личность и документом, подтверждающим, что этот объект принадлежит ему на праве собственности. В основном это у нас идут, если это земельный участок, это старое свидетельство, форма 92-го образец, либо договора на передачу, либо договора о купле-продаже, которые были заверены в БТИ. Еще один положительный момент, для чего эти искрые счета, что эти деньги, на них не распространяется действие закона об исполнительном производстве, то есть не накладываются обеспечительные меры. Нельзя, допустим, арестовать этот счет. Республиканское отделение социального фонда назначило специальную социальную выплату более 3 300 медицинских работников в Карачаево-Черкесии на общую сумму около 50 миллионов рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством страны с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах России, в том числе и в новых субъектах. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации. В станице Зеленчукской завершается строительство малого физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Советской. Это один из трех типовых объектов, которые начали возводить в юбилейный год Карачаево-Черкесии, плюс физкультурно-оздоровительные комплексы в Учкулане и Саратюзе. Спорткомплекс с площадью до 1 тысячи квадратных метров состоит из двух этажей, где будут оборудованы два зала. Универсальный, размером 24 на 15 метров, а также тренажерный. На данном этапе проведены коммуникации, ведутся отделочные работы и обустраивается прилегающая территория, на которой будут размещены лавочки и высажены туи. Работы завершатся в мае этого года. В поселке Рожка у Рубского района обнаружен и уничтожен снаряд времен Великой Отечественной войны. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина рассказал, что во время чистки источной канавы в пяти метрах от его домовладения был обнаружен ржаво-металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. Специалисты Росгвардии, осмотрев предмет, установили, что это авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Снаряд транспортировали на расстояние от населенного пункта и уничтожили. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля, в результате чего погиб человек, рассказывает старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Он обвиняется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа прошлого года на 87-м километре федеральной автомобильной дороги Черкеск-Дамбай между населенными пунктами Аул Верхняя Тиберда и город Тиберда. Водитель автомобиля марки «Тойота», не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на сельскохозяйственных животных, которых отбросило на автомашину «Мерседес», двигавшуюся по встречной полосе движения. В результате чего пассажир встречного автомобиля от полученных травматических повреждений скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ», «Карачаево-Черкеска-Энерго» выполнили ремонт оборудования подстанции «Шкакон» в Малокарачаевском районе. Питающий центр является основным источником электроснабжения для крупных значимых объекторов гидроэнергетики и водоснабжения, обеспечивающих питьевой водой часть Малокарачаевского района и Кавказских минеральных вод. Прокомментировала главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Лакаева. Энергетики провели средний ремонт трансформатора тока, текущий ремонт силовых трансформаторов и трансформатора напряжения, выполнили техническое обслуживание масляных выключателей. Специалисты проверили состояние основного и вспомогательного оборудования подстанции, выявили дефекты и по мере необходимости заменили на новые износившиеся детали. Проведенные работы позволят обеспечить бесперебойную работу питающего центра и надежное электроснабжение потребителей. Сегодня в Республиканском колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова в Черкесии состоится премьер спектакля «Шахри» по поэме Расула Гамзатова «Аттестат зрелости». Адаптация поэмы под пьесу сделана драматургом Зурабом Бимурзовым. «Шахри» — это творческое путешествие в прошлое Расула Гамзатова. Как сам автор рассказывал в своих воспоминаниях, поэма так и осталась незавершенной. Это было в 1953 году. Из-за Думанова он осуществил только пятую ее часть. Решив остальную дописать позже, он уехал по срочным делам. А когда вернулся, приступить к поэме ему не позволили новые стихи. В спектакле режиссер показал самого Расула Гамзатова его же монологами о себе, о своей жизни, о своем прошлом погружает зрителей как в творчество, так и в душевные переживания самого Гамзатова в то время. В юбилейный год со дня рождения известного поэта, любимца не только дагестанского народа, но и всех народов России, Черкесский театр включил в репертуарный план постановку на основе произведений Расула Гамзатова. На курорте Эльбрус прошли межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Кубок Северокавказского федерального округа, в которых приняли участие 60 лучших учеников спортивных школ Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Нашу республику представляли ребята из спортивной школы по зимним видам спорта. В результате упорной борьбы они завоевали 13 медалей различного достоинства. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 6, в горах местами до минус 6. В горах Карачаевой Черкесии свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!